всем привет с вами я Денис Давыдов и сегодня давайте рассмотрим одну из последних новинок курс с и это не холостое оружие а конструктивно схожие но стреляющие изделия это револьвер E-Call Viper называется вот он в таком портфельчике дипломатики я сказал бы что это некая копия Taurus SO и Taurus SO и Taurus SO но самая-самая бюджетная то есть все они примерно по размеру одинаковые эти револьверы и каждый имеет свою нишу ну тот был самый премиальный так сказать это Taurus SO потом вот Taurus SO который сейчас продается за 9500 стреляющий патронами 10 тк и вот этот вот револьвер стреляющий капсулями кв-21 вот ну что себя представляет этот револьвер этот револьвер себя представляет такой пластмассовый эффектный портфельчик с такими застежками закрывающимися опять сертификатик есть и самое главное что тут написано что это что это конструктивно сходные с оружием изделия револьверы модели E-Call Viper 2.5 под капсуль живело калибра 5.6 мм партия 360 штук какое при этом есть главное преимущество конструктивно схожие с оружием изделия следовательно этот револьвер револьвер можно носить во время чемпионата мира это не оружие не сигнальное не охолощенное не списанное учебное не еще какое-либо еще поэтому можете вот носить вот такую вот бумагу где все написано и сказано что это револьвер не оружие соответственно раз ты не оружие то можно его носить всегда и везде теперь паспорт посмотрим естественно револьвер не из стали сделан это само собой ну и теперь его минус главный минус значит плюсы у нас это то что это не оружие никакое вообще и второй плюс это самое дешевое соответственно можно использовать в качестве каких-то сувениров подарком своим друзьям там и так далее коллегам то есть из серии но совсем не жалко то есть подарил и отлично то есть оружие как бы до револьвер вот такой он огромный достаточно револьвер эффектный вот хромовый есть и черные экземпляры а теперь минусы минусы это естественно первый момент который бы отметил это самое главное это тихий звук и второй момент это не проходной вообще ствол он заглушен смотрите как он заглушен он такой паленый что он заглушен ну прям капец и естественно куда выходит пламя в пламя выходит отсюда с дырочки вот с этой с этого отверстия вот тут сверху то есть прям выстрел происходит и тут такая прям 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 такие вспышки происходят да этот револьвер можно покупать для каких-то сидима с театральных съемок в постановках каких-то кинофильмах когда помещение настрять ушам по ушам долбить не будет а вот на камеру будет чувствительно как будто бы боевой револьвер но конечно это пламя будет палить ну а пламя это уходящая вверх его можно при спокойненько на соответствующих редакторах убрать вот такими вот патрончиками капсулями стреляет револьвер ну собственно как блеф да но к в 21 там в паспорте в общем-то отмечено что он должен стрелять к в 21 и между прочим сказано что не стреляйте вот этими живелами вот к в 21 при использовании других капсулей частности типа живело возможно затруднение при экстракции гильз ну понятно вот все живело она раздувается это да это факт и его проблематично было выпало вытащить и в блефе было вытащить проблематично и в страже и во многих других капсульных револьверах и так хромовое такое красивое покрытие я не знаю chrome это или не хром точно не могу вам это сказать нужно делать экспертизу этой поверхности растворять кислоте но разумеется это не сталь это сто пудов потому что некоторые места где тут имеется вот просвечиваться желтизнами это то ли латунь то ли замак то ли это я даже не знаю что это такое я не могу сказать единственный плюс в отличие от pm сигнальных и тт сигнальных все таки звук тут выходит свободно да он нигде не глушится каких-то заглушенных стволах там закрытых камерах там как это в тт сигнальных этих картриджах каких-то дебильных ну и соответственно звук более-менее распространяется вот так вот ну примерно тоже все как обычно то есть как в таурисе тут имеется соответственная кнопка которая помогает влево вот так вот револьвер открыть 9 капсулей сюда помещается видите он отливает таким медным цветом то есть как как кран до санузлы то есть они все такие хромированные линии килированные и внутри просвечивается вот такая вот желтизна латуни медного сплава вот курок возводить невозможно значит можно самовзводом стрелять можно стрелять без самовзвода ну собственно такой револьвер он неразборный ну естественно есть взрыв схема я думаю если все вот эти винтики открутить конечно револьвер разберется само собой но вот так вот сходу неполная разборка как у классического оружия тут отсутствует она отсутствует в общем револьвер сделан качественно вот тут надписи имеются номеров и call viper видите нет никаких там надписи там с о том списанное оружие там что-то такое мэйден и турки бай вольтран а в силиха сила хлан калибр 5.6 миллиметров живело ну и на барабане есть номер ну вот такие вот дела я покажу взрыв схему вот взрыв схема но соответственно по ней можно понять как разбирается то щеки снимают с курок снимается барабан отвинчивается я думаю он отвинчивается вот тут по оси можно отвинтить винтик вот это снять соответственно и его постепенно разобрать но некая целостная структура в виде одного целого рама и ствол остается неразборно это уже не выбор конечно человека который имеет холостое оружие это выбор человека который первый раз или просто ему нужно сделать подарок вот такой вот дипломатик там с этими капсулями где-то на работе коллеги или другу там студент молодой или молодой парень у которого там не так много финансов да но хочется сделать эффектный подарок вот это выбор его но это не выбор для нас для профессионалов для владельцев холостого оружия пистолетов револьверов и так далее автоматов тем более ну вот такой вот револьверчик тем не менее я даже видел людей которые хотят для съемки купить и они вот жилица заплатить эти деньги но если честно меня вызывает это некое удивление ну давайте пойдем постреляем конечно я понимаю что измерим заодно громкость я понимаю конечно что особенно на улице стрельба будет очень тихо слышно я бы стрельнули бы и здесь но есть помещение даже реально если в доме стрелять с такого револьвера это очень куклы какой-то это будет глухой звук для соседей допустим за стенками но они так сильно они будут слушать днем по крайней мере но ночью если это делать то конечно это будет очень хорошо слышно и этого не следует делать а так в общем можно на новый год пострелять до подарить кому-то в качестве фейерверков каких-то там места хлопушки но естественно стрелять в городе с этого револьвера нельзя не надо с него стрелять ну а теперь давайте пойдем пострелить ну хорошо давайте как я и обещал измерим громкость и разумеется это будет самый тихий то есть тише еще чем таурус и со потому что тут все-таки капсуля живело насколько это конкретно давайте посмотрим пламя будет уходить вверх это прекрасно видно 113 децибел если вы помните на пэме таурусе где-то около 116 то есть на слух пэм почти в два раза больше потому что каждые три децибела кухом это в два раза громче по ощущениям человека от 113 и 1 децибел смотрим хорошо по громкости понятно давайте теперь просто пройдемся ну чем хорош конечно револьвер тем что можно использовать в фильме его типа ты там застрелился или еще что то есть это можно снимать можно этим оперировать тем более это не является оружием соответственно правила которые годятся для оружия они здесь можно ими пренебречь в некоторых случаях конечно то есть полностью момент видите хотя какая-то ударная волна чувствуется когда кстати ставишь руку звук отражается и уже глушит а вот так нет ну как то так ну там у меня были неполный магазин поэтому что-то оно не хлопало а так в общем все взорвалось давайте еще раз посмотрим может что-то не выстрелило я не знаю да вы видите что касается раздувания гильзы оно раздувается но это не препятствует проворачиванию барабана как это допустим было в страже а теперь самый главный момент посмотрим с экстракции гильз они же раздуваются они говорили даже в паспорте что если использовать живело то они не будут экстрагироваться ну давайте посмотрим вот смотрите и посмотрим значит сами они не выпал не выбрасываются нажимаем на экстрактор ну просто так легко не получается ударом нет не получается ну да действительно так и есть то есть соответственно с этим придется использовать силу ну в общем то производитель предупреждал то есть тут не поскольку не получается даже ударом об дерево экстрагировать капсуля соответственно придется тонкий гвоздь использовать тонкий гвоздь точно такое же было кстати и в блефе и вытаскивать отсюда эти капсуля раздувшиеся ну собственно вот так вот то есть действительно лучше использовать к в 21 ничего тут трагичного нет к в 21 есть и причем он продается в меньших пачках и поэтому покупайте его не заморачивайтесь с этими капсулями живело ну хорошо подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик ставьте лайки с вами был я денис давыдов пока